В столице продолжаются еженедельные сельскохозяйственные ярмарки. На этих выходных свою продукцию представили аграрии Казалардинской области. Жители Нур-Султана с самого утра выстроились в очередь за свежими фруктами и овощами. Какими еще продуктами из берегов Сырдари запасались горожане, узнал мой коллега. Жителей столицы Казалардинская область встретила концертом. Под музыку горожане спешили купить свежие фрукты, овощи и рыбу. Всего свою продукцию представили около 70 товаропроизводителей региона. Цены, как и прежде, ниже рыночных. Цены в среднем ниже 10 на 20 процентов, так как у нас от поля до прилавок производители напрямую без посредников поставляют свою продукцию. В том числе рис, макаронных изделий, мясо, овощи и фрукты. Помимо молочной продукции, конфет и меда, тележки и сумки горожан были заполнены арбузами и дынями. Среди них сорта, которые в столице просто не найти. Ну а самая длинная очередь была за рисом с Казалардинских полей. Люди запасались крупой до следующего приезда земледельцев. Я прохожу только за рисом сюда, потому что, во-первых, он свежий. Во-вторых, на год точно хватает на мою семью вот три мешка. По 10 килограмм, 30 килограмм. Молочные будем брать, мясо возьмем, дыни, арбузы, Казалардинские вкусные же будем брать. Есть у них такие дыни, амрешки называются. У нас в Астане невозможно их купить. Вот сейчас поищем и купим. Всего в Нурсултан из Казалардинской области привезли около 500 тонн сельхозпродукции. Такие ярмарки будут проходить каждые выходные до середины ноября. На следующей неделе свои товары представят аграрии Алматинской и Житусутской областей. Амир Хайдаров, Жандос Битабаров, Хабар-24.